Новый эпизод был наполнен кучей важных деталей, которые... Новый эпизод какой? Роли 10 месяцев назад. Это эпизод, где они, видимо, были в доме старом. Надо было написать серию. В библиотеке, я понимаю. Потому что новый эпизод, каждый новый, который уходит, все равно новый. Короче, там была серия, где они попали в особняк, где была эта Тесса маленькая, где люди еще такие тенями были, вот это вот. И сейчас я попытаюсь сдать ответ на один из них, а именно, кто вообще создал Абсолют Солвер. Вначале мы видим, что находилось на кассете из четвертого эпизода. Основная цель этой кассеты рассказать людям, как правильно разбирать и утилизировать своих ненужных дронов. Сначала нам показывают причины, по которым люди утилизируют дронов. И самое распространенное из них это повреждение. Затем мы видим два этапа процесса разборки. Первый этап это очистка программного обеспечения, в ходе которой необходимо убедиться, что дрон рабочий действительно помечен для разборки. И после чего операционная система дрона рабочего 606 используется для очистки программного обеспечения. Следующим шагом является очистка аппаратного обеспечения. Странно, на самом деле, было дроном все-таки хуманизированным. Ну да. Ядро и дрон проходят через демонтажный блок, а затем проверяются, чтобы убедиться, что они правильно разобраны. Голос на записи утверждает, что если эти два шага не будут выполнены правильно, то это приведет к созданию зомби-дрона. Существует несколько причин, которые могут привести к созданию зомби-дронов. Это как с компом. Обновляешь Windows или устанавливаешь внезапно, вырвал из сети и все, писька компьютера становится, будет зомби-ком, блин. Зомби-виндоз. Программное обеспечение не уничтожено, и то, что операционная система 606, которая предназначена для удаления программного обеспечения, прерывается или отвергается мгновенно или в течение пяти лет. В следующей части видео нам показывают, из-за чего прекращение работы ядра может быть отклонено и как с этим бороться. Как только ядро отказывается переставать работать, это может вызвать осложнение. Самое частое осложнение, которое на самом деле не является проблемой, заключается в том, что в операционной системе нет никаких изменений. Что менее вероятно, может быть осложнение, при котором операционная система... Слушай, они так это все прописали, как будто от реально технической инструкции к установке какого-то оборудования, да? Наблокируется. Но самым важным и редким осложнением является 0,7% того, что в операционной системе могут появиться опасные мутации. Физический вид Абсолют Солвера в Син мутировал, и мы можем видеть биологические части в перемешку с роботизированными. Так что это означает, что Син обладает самым редким осложнением, опасной мутацией. Итак, мы знаем, что Син была помечена для разборки, учитывая полосу на ее руке с ее именем, но она превратилась в зомби дрона. Она обладает не одной, а всеми причинами, по которым дрон рабочий может превратиться в зомби дрона. Ее ядро явно не было отключено должным образом, и ее оборудование, как и у других дронов кучи, не было физически уничтожено. И что самое важное, операционная система 606 должна была быть прервана или отключена в ней, и в случае, если это произойдет, в видео говорится, что существует шанс 0,00% на самоперезагрузку ядра. Кроме того, в этой части видео Голос утверждает, что утилизированные дроны, которые самоперезагрузились, являются испорченными ИИ. Именно это и происходит с Син в куче дронов. Она самоперезагружается и становится испорченным ИИ. И хотя другие дроны в куче тоже пытались сделать то же самое, но не смогли самоперезагрузиться, из-за того, что шансы на самоперезагрузку крайне малы. Испорченный ИИ это и есть Абсолют Солвер, а Син его первоначальный носитель. Из-за этой смеси опасной редкой мутации и самоперезагрузки ядра и появился Абсолют Солвер. Ну странно, если они знали, что есть такая ошибка, ее как-то не устранили разработчики дронов. Син совершает абсолютный доступ, после чего Син соглашается, и таким образом Абсолют Солвер теперь может полностью контролировать Син. А ведь если бы Син правильно утилизировали, этого всего можно было бы избежать. Ну а так, спасибо всем большое за просмотр. Если я где-то ошибся, вы можете поправить меня в комментариях. С вами был Виан. Везде все правильно было. Я со всем согласен. Спасибо за просмотр.